Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору и продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Соломона. И продолжаем привлекать божественный свет, знания в этот мир. Через себя Максим Перенчук. Шалом! И... Дерни меня, шалом! И значит, сейчас мы уже находимся очень серьезно, прямо внутри Мишлей, прямо в девятнадцатой главе мы находимся. И сегодня у нас будет... у нас сегодня будет урок для поднятия души. Для поднятия души. Сейчас, секундочку. Значит, год назад, ровно год назад, в это время, как раз вот сейчас тяжелое такое время, время очень тяжелое перед... перед девятым ава. Сейчас идут самые-самые тяжелые дни такие в духовном плане, в психологическом. То есть, очень... вот будет восьмого ава, это будет буквально, значит, завтра, завтра... Нет, ты шайбы ав, тридцатая, двадцать девятого. То есть, завтра вечером наступает... Завтра вечером наступает Йорцайт Равыцка-Казильбера, Зехраноцедик Левраха. Зехрацедик Левраха, это был мой учитель. И... а сегодня у нас... сегодня у нас будет... сегодня Йорцайт. Сейчас я скажу, как было еврейское имя. Значит, Алла, ее звали. Так обычно ее привыкно звали. Алла Вербер. А... еврейское имя было... сейчас я скажу, как еврейское имя. Хаякала Бат Тесуэль. И... или Хаякала Бат Тауба. Маму ее зовут Тауба. И... сегодня урок Лейлу Нишама. Хаякала Бат Тесуэль Бат Тауба. Значит, чтобы была ее там душа, поднималась. Интересно, что Тора, она дает же такой духовный... духовную силу. Тора это соединяет соединение между духовным миром и материальным. И получается, что когда человек уходит в духовный мир... в материальном мире он набирает вот эту духовную силу, как, знаете, как стоит... представьте себе, стоит такой воздушный шар. И вот у него он набирается таким вот специальным газом, да? И если этот газ, он такой... много его, то этот шар может подняться на десятки километров. А если этого газа мало, то он не может даже взлететь. И вот Тора... это как раз вот этот вот, как можно сказать, как газ... духовная сила, которую человек набрать может только в этом мире, а потом она его поднимает дальше в духовном мире. Но получается, что когда человек умер, он же уже не может набирать духовную силу. Но его потомки, его дети, внуки, которых он оставил и которым он передал... Во-первых, он их родил. И уже само это, выполнение заповеди Бога, плодитесь и размножайтесь. Если он их еще сделал хорошими людьми, которые тоже плодятся и размножаются, у него он оставил здесь, уже он сделал дело, то есть уже как бы молодец, он населяет мир. Теперь дальше. Если его дети, внуки, потомки, ученики... Ученики это как дети считается, да? В духовном плане ученики как дети. Если они служат Богу, выполняют заповеди и создают вот эту вот духовную силу, то в Йорцайт... Йорцайт это годовщина смерти. Как бы пересматривается все состояние души этого человека и его может поднять. Поэтому потомки, которые верующие, которые соблюдающие, они в годовщину смерти устраивают Йорцайт и делают добрые дела, заповеди в честь ушедшего. И вот сегодня урок, так как они очень помогают тоже в Аикре и мне очень помогали в свое время, то мы делаем сегодняшний урок Лейлу Нишама. Как раз она была очень замечательная женщина и очень много людей любила. Любила, уважала, училась у нее. Она делала много добрых дел. И вот сегодня, я думаю, что этот урок не просто ей поможет. Представьте, 200 человек в прямом эфире учат Тору. Даже мы 20 минут учим, но потом этот урок смотрит тысячи человек. То есть сегодня ее душа поднимется туда. Меня вчера дочка спрашивала, а какая разница? Какая разница душа там, в каком находится разделе духовного мира? То есть это же все равно духовный мир. Я говорю, что, конечно, есть большая разница. Есть большая разница, потому что, если, например, говорю, вот две девочки. Она с подружкой тогда сидела, я им это объяснял. Вот есть две девочки. Они хорошие девочки, но они живут где-то в далекой, в далекой деревне, где нет других девочек. Они только там вдвоем. То им там, ну, они поигрались, пообщались, посидели. Но им хочется, чтобы было с кем общаться, чтобы было интересно. А в раю то же самое. То есть в зависимости от твоего уровня, твоей души, которую ты здесь заработал, духовного твоего уровня, ты можешь подняться или туда, где находятся великие мудрецы, царь Давид, царь Соломон, раби Атива, такие прямо, ну, то есть великие-великие мудрецы. Или ты находишься там где-то тоже в раю, но где-то в таком пустынном раю, где почти никого нету. Понятно, да? Хорошо, друзья. Все, мы продолжаем изучать Мишлей. И сегодня, сегодня у нас девятнадцатая глава. Девятнадцатая глава. Мы в прошлый раз остановились на том, что, значит, что тот, кто найдет... Четырнадцатый был отрывок, да? Что дом и богатство идет на халатовод. То есть это отцы передают детям, если отцы жили правильно, все выстраивали, то они с каждым поколением накапливают, накапливают вот этот вот на халатовод наследие отцов. Яркий пример это семья Ротшильдов. Умеаше миша маскелет. И от бога жена разумная, которая это все умножает, строит, сохраняет и так далее. И это мы изучили. Теперь пятнадцатый отрывок. Пятнадцатый отрывок, он дает нам ключ ко всем, вообще, я считаю, достижениям в жизни человека. И он такой универсальный принцип. Вот сейчас давайте посмотрим. Пятнадцатый отрывок – это универсальный принцип, который работает во всех сферах жизни. То есть во всех. В изучении торы, в зарабатывании денег, в семейных отношениях, в воспитании детей. То есть это универсальный принцип, нам сообщает Саач Соломон. Звучит он так. Отцла топиль тардыма. Отцла – это лень. Тапиль тардыма – она погружает в сон. Венефиш ремия – душа лукавая. Душа, которая ремия, это которая обманывает. Терав, она будет голодать. Значит, здесь царь Соломон нам передает очень интересный принцип, который, вот, большинство людей, они его не учитывают, потому что они его не знают. Этот принцип называется первое последствие и второе последствие. И в чем этот принцип заключается? Что когда человек делает какое-то действие, делает свой выбор, какое сделать действие, он должен учитывать, что есть первое последствие, сразу последствие действия, а есть второе последствие, которое придет обязательно. Это тоже последствие, это, ну, это закон, что оно придет. Но большинство людей смотрят на один шаг и не видят второй шаг. Значит, лень топиль тардыма. Лень погружает в сон. Что имеется в виду? Вроде бы лень, что в ней плохого? Человек отдыхает. Он говорит, я сейчас должен встать, сделать зарядку, но я поленюсь, я отдохну. Я сейчас должен поучиться, я поленюсь, я отдохну. Я должен помыть посуду, я поленюсь, я отдохну. Ну, вроде бы лень, он выбирает отдыхать, вроде бы это хорошо для него, но чем он больше ленится, тем он больше входит в то состояние, которое называется сон, которое называется вот такая вот, ну, болото такое, да. То есть, чем он больше отдыхает, тем он больше, тем он больше, так сказать, чем он больше отдыхает, тем он больше погружается вот в это вот беспомощное такое состояние, как болото, как слизь, из которого он не может выйти. Значит, лень, она погружает в сон. Теперь венефиш ремия тирав. Другой момент, это вот это вот обман и хитрость. Если человек начинает хитрить, он думает, я сейчас вот тут обхитрю, там обхитрю, там не сделаю, там не дадам, там не заплатили, а я не сделаю, не выполню, там, ну и так далее. То есть, он начинает хитрить и начинает не додавать. То есть, есть вот этот вот принцип, по которому происходит в мире все взаимоотношения, да, что мера за меру. И вот есть современная такая психология, как закон коммуникации, что коммуникацию можно строить только по принципу вин-вин, выиграл-выиграл. Потому что, если ты будешь выигрывать за счет кого-то, ты выиграл, он проиграл, то он с собой просто перестанет коммуницировать на втором шаге. Но те, кто этого не понимают, они вот здесь он обманул, вот здесь он схитрил, вот здесь он, то есть на первом шаге он все время выигрывает, но он выигрывает все время за счет кого-то. И в итоге, в итоге, что он имеет? Он имеет голод, потому что на втором шаге с ним никто абсолютно не будет общаться. Вот это универсальный принцип. Давайте вот теперь, это было как нам царь Самон сообщил, давайте переведем его в действие, да, как это применять. Значит, применять это следующим образом, наоборот, да, то есть вместо лени есть такое качество, называется харитсуд. То есть быть харуц, это быть такой энергичный, работящий, ничего не откладывать, встал, сделал, встал, сделал, встал, сделал. И наоборот, тренировка, она человека делает все более-более энергичным. Вот Максим Перенчук утром бегал интервалы, я вчера пробежал десяточку, 10 километров пробежал и так далее. То есть чем ты больше себя воспитываешь, не лениться, чем ты больше ненавидишь лень, чем ты больше любишь действия, скорость, быстроту. Но это все надо тренировать. Как еще говорил Суворов, тяжело в учении, легко в бою. То есть, но если тебе будет легко в учении, так тебе будет тяжело в бою. Да, я поменял место дислокации, может быть здесь будет лучше, связь. Но видите, Беном и Царим, это вот так вот оно работает между теснин, между теснин, вот так вот оно работает. Но я вам скажу, я вам скажу, вот после этого шаббата, когда на меня очень сильно, да, третий дубль. Я вам скажу, что раньше я бы расстроился, но после этого шаббата на меня огромное впечатление произвела вот эта история про рыбу любавического, когда перед шаббатом, пятница, женщины, которые летели по домам, летели по домам и шаббатом, они оказались в Чикаго. Они оказались в Чикаго и вдруг буря, метели, они не могут лететь. Помните, я вчера рассказывал, еще раз расскажу эту фотографию, эту историю, которая меня вот сейчас, она прям включила-включила. И эти женщины не знают, что делать. То есть они застряли в этом Чикаго, в аэропорту, все, ну их ждут семьи, дети и так далее. И, значит, звонит эта женщина Рэбе, их руководитель группы, и говорит, да-да, вот эта история. И говорит, передайте Рэбе, мы застряли в Чикаго, что нам делать, все. А секретарь потом им отвечает. Рэбе спросил, что значит застряли. Она говорит, ну застряли, это значит, мы оказались в Чикаго, не можем лететь дальше, мы застряли там. Переводит слово застряли на идыш, думает, что на английском он не понял. А секретарь говорит, Рэбе знает, что такое значение слова застряли. Рэбе не понимает, почему вы считаете, что вы застряли. Вы там, где вы должны быть. Вы там, где вот Бог, значит, хочет, чтобы вы были там, именно в этой ситуации, и вы должны именно исходя из этого и действовать. И я, вот эта на меня история очень, она такая, очень для жизни полезная. Вот сейчас у нас третий раз, третий раз мы выходим в эфир. А никто же не знает, может быть, первых два раза сидел какой-нибудь человек и думал, что же мне в жизни делать, учить Тору, не учить, как, какой-то у него выбор. И первых два раза у него не было интернета, или он был, не включил еще телефон. И именно специально так Бог сделал, чтобы третий раз включился телефон, и чтобы сейчас он присоединился к уроку. И сейчас это для него будет очень важный урок, очень важная какая-то идея будет, которую мы сейчас разбираем. То есть мы разобрали, еще раз, 15 отрывок мы разобрали, что лень, она погружает в сон, а обман, он приводит к голоду. То есть рано или поздно человек, который обманывает, оно вылазит наружу, и он тот, кто хитростью пытается за счет других преуспеть, у него не получится. То есть можно преуспеть в жизни только вин-вин, выиграл-выиграл. Когда ты все время делаешь пользу другим людям, ты не хочешь за счет них подняться, и чтобы они проиграли, а ты выиграл. Это так оно работает. Вот. Теперь следующий отрывок, 16 отрывок, 16 отрывок, 19 главы. Шумер Митсва, Шумер Навшо. Тот, кто сохраняет заповедь, хранящий заповедь, Шумер Навшо, он хранит душу свою. Бозе Драхав, Ямут. Тот, кто пренебрегает путями Бога, умрет. Вот. Очень, очень такой вот прям конкретный уже тут как бы можно пытаться понять по-разному, но по-разному тут не поймешь. Давайте рассмотрим. Вот живет человек. Живет человек. Живет человек, значит, в своем мире. Ему постоянно надо выбирать, что делать. Вот постоянно ему надо выбирать, есть глобальные выборы, есть локальные выборы, есть жизненные выборы, есть судьбоносные выборы, есть выборы, связанные со здоровьем, жизнью и смертью. А есть просто выбор встать с кровати и сделать зарядку, пойти погулять или не пойти погулять, пойти проведать больного, остаться дома. Миллион выборов разных. И от всех этих выборов зависит вся последующая жизнь. То есть даже на самом простом выборе человека, выйти сейчас из дома или не выйти из дома, может находиться кирпич, который упал раньше или позже на том месте, где он проходил. То есть выбор человека, он, это самое важное, что есть в его жизни. Теперь на базе чего выбирать. То есть каждый человек, он выбирает на базе своих знаний о мире, на базе своего опыта. И это очень интересно, я недавно как раз писал там одну из статей, там была такая мысль, что для развития самое главное человеку понять, что тот, кто думает, что он знает, что делать, у него никакого роста и развития не будет. Почему? Потому что если он знает, что делать, так он ничего не может изменить. Все, что он делает, его привело к тому, где он сегодня находится. Если он хочет достигнуть новых каких-то результатов в жизни, принципиально новых, лучше намного и так далее, он должен первое понять, что он не знает. Ну не знает он. Ну вот большинство людей почему-то думает, что они знают. Не знаю. Я не знаю. То есть я на то, что у меня есть сегодня знаю. Хочу улучшить свою жизнь. Я не знаю. И когда ты это признаешь, у тебя возникает вопрос. А как? Что мне делать? И ты начинаешь искать ответ на этот вопрос, где ты его ищешь? Вовне. Теперь, ну ты его ищешь вовне. Хорошо, если это медицина. Ты пошел к врачу. Бог сказал, что врачу Бог дал возможность вылечивать. Прямо в Торе написано. Значит, через врача действует Бог. И ты должен доверять врачу. Шелхонорок, сборник законов говорит, что в вопросах медицины ты должен доверять врачу. Ну, дальше. А вот остальные вопросы. Кому идти советоваться? Жизненные вопросы, семейные вопросы. Там миллион вопросов у человека. И вот, значит, нужна какая-то система координат. И вот здесь говорит нам царь Соломон, что шомер митсва, тот, кто сохраняет заповедь. Тот, кто сохраняет заповедь. То есть тот, кто хранит заповедь. И он в своих действиях руководствуется выполнением заповеди. То есть его вопрос, что делать, у него есть ответ. Делай заповеди. Что делать? Молись, делай заповеди, учи Тору. И там ты найдешь ответы на все вопросы. Так тот хранит душу свою. То есть он сохраняет душу свою. Ведь мы же из Торы узнали, что лень, она погружает в сон. Обман, он приводит к голоду. И так далее. То есть изучай Тору, выполняй то, что там написано. И это сохранит душу твою. Отвергающий Бозе Драхав, тот, кто пренебрегает путями Бога, он умрет. Умрет он вначале духовно в этом мире. Потом он умрет в физическом плане и здесь, в этом мире. И он умрет полностью, как бы его личность, которая отвергает Бога, она исчезнет. Потому что в духовном плане есть только те, которые прикрепились к Богу. Те, кто с Богом не вместе, те, кто не отождествляют себя со своей душой и с Богом, и которые через заповеди не усиливают и не укрепляют эту связь, то они исчезнут. У них нет этой связи. То есть валюта, которая позволяет человеку купить билет в духовный мир, это заповеди. Заповедь, заповедь, заповедь. Все. Других вариантов нет. И если мы свяжем сегодня, что мы изучили. Ленивый, он погружается в сон. Неленивый, он три раза зайдет. Связь оторвалась, ничего, зашел, зашел, зашел. Неленивому человеку это несложно. Теперь, и второе, что мы изучили, что если у тебя есть выбор, что делать, возьми, откройте ЦУР Шулхана РУК, краткий сборник законов. Шулхана РУК, длинный сборник законов, да, полностью сборник законов. И открой платформа ВАИКРА, и давай, учи ТОРУ и выполняй. Учи, выполняй, учи, выполняй. Заповедь, 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 и ты будешь всегда счастливый, здоровый, богатый, успешный. И все будет великолепно. Все, дорогие друзья, мы сегодня прекрасно поучились. Три раза преодолели лень. Чем сложнее, тем как раз сейчас Беном и Царим. Вот обратили внимание, какое сейчас время тяжелое, что даже первый раз за все время три раза прервался урок. Три раза. То есть сейчас надо быть очень осторожными. Вот осталось буквально несколько дней. Будет, послезавтра будет 9 ава. Послезавтра уже заканчивается самый тяжелый период. То есть вот есть у нас завтра урок. Послезавтра у нас будет как раз РФТШБАВ. Это 29 числа, это подготовка, тоже будет урок. 9 ава будет, наверное, урок про 9 ава. Да, будет урок про 9 ава. В этот день это пост. Это прям утром даже нельзя будет на стуле сидеть, будем сидеть на полу. То есть это самый скорбный день. И вот интересно, что души, те, кто... Это время большой опасности, скажем так. Время большой опасности, сейчас нельзя никакие решения принимать. Никакие нельзя, никакие там опасные... Опасные никакие нельзя прогулки, поездки и так далее. Нужно сейчас спокойненько сидеть, не слушать музыку, не получать никаких удовольствий. Аккуратно, осмотрительно. Моемся холодной водой. Видите, не бреемся. То есть чтобы было реально, реально, чтобы чувствовалось, что мы страдаем. Мы страдаем, переживаем за тех, кто умерли, за... Вот сейчас у нас урок Лейлу Нишама. Еще раз повторю, чтобы это было. Лейлу Нишама. Хаякала Батти Суэль. Бат Тауба. Чтобы было у нее, ее душа поднималась и была там между душ живых людей. То есть это те, кто цадите, праведните, они даже после смерти живые. И значит, завтра у нас будет вечером йорцать Рав Зильбера. Тоже это будет важно. Я завтра на уроке дам ссылочку на... В Зуме будет марафон вечером, посвященный его памяти. Его ученики, раввины будут вспоминать о Рав Зильбере. Я тоже буду выступать. Там у каждого будет 15 минут. Чему я научился от праведника, от Рав Зильбера. Вечером это будет марафон. Я вам скину в Зум ссылочку с Божьей помощью. Будет очень интересно и полезно. Все. Всем пока. Хорошего дня.